Ирмик Маржикбаев, освобожден от должности министра туризма и спорта, соответствующий указ подписал президент. Документ опубликовали на официальном сайте Аккорды. Напомню, Ермик Маржикбаев занимал должность министра и туризма и спорта с сентября 2023 года. В последний день лета дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана. По данным Казгидромед, ожидается и усиление ветра. На северо-западе, севере и в центре прогнозируется туман. На западе и юго-востоке республики будет без осадков. В Казвардинской, Туркестанской, Жамбылской, Атыраусской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге Ултаусской и Абайской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В непростых условиях проходит уборочная кампания в северо-казахстанской области. В регионе отстают от графика из-за дождей. На сегодня аграрии убрали урожай только со 140 тысяч гектаров. Подробнее в следующем материале. Урожай на сельхозкультур в этом году радует земледельцев. Коммерческий директор агрокомпании, чьи поля расположены неподалеку от Петропавловска, Максим Иванов, заверяет, что пшеница даст не меньше 25 центнеров с гектара, а рапс больше 30. Главное успеть этот хороший урожай убрать за крома. По всем культурам вообще у нас отставание идет на 10 дней, потому что поздняя весна была, затяжная были дожди. Также летом не было солнечных таких жарких дней, и поэтому растение на ее биологическом уровне затягивает вегетацию. И сейчас у нас в хозяйстве принимаются агроприемы, чтобы ускорить процесс вегетации, то есть проходит в основном десекация. Элеваторы и хлебоприемные пункты региона полностью готовы к приемке урожая. До 7 миллионов тонн различных культур. До начала массового сбора зерновых классность будущей пшеницы у аграриев под вопросом, что соберут больше, брендовый третий класс пшеницы или продовольственную показателям ниже, окажет только жатва, уверяет руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендебаев. Из-за осадков трудно сказать, трудно определить качество. Да, конечно, обильные осадки, они периодично, которые сейчас выпадают, они сказываются на качестве зерна, выращенные сегодня. Каждому хочется собрать сухое, хорошее зерно, но тем не менее надо действительно использовать каждый час, каждый день. Урожай это неплохой? Урожай в этом году хороший. На сегодня аграрии намолотили 187 тысяч тонн зерновых при средней урожайности 16 центнеров с гектара. Для проведения уборочных работ в регионе задействовали больше 7 тысяч зерноуборочных комбайнов. Агрария в своевременно обеспечили льгодным дизельным топливом по 250 тенге за литр. Наталья Волкова, Тулья Неманов, Коныш Казбеков, Североказахстанская область, 24КЗ. В области ОТА уйдет заготовка кормов для скота. В одном из районов завершили сенокосную кампанию. Теперь главная задача до дождей убрать скошенную траву. В целом по области в этом году планируют заготовить почти 550 тысяч тонн сена. К сенокосу владельцы фермерских хозяйств приступили в середине июля. Сейчас эта работа полностью завершена. Трава скошена на полях общей площадью в 33 тысячи гектаров. Теперь фермеры вывозят заготовленный корм в места его хранения. Работа идет в хорошем темпе, отмечает специалист отдела сельского хозяйства Казбек Алдеберген. Более 80% сена уже убрано. В этом году по Улутаускому району утвержден план заготовки 205 тысяч тонн сена. 169 тысяч тонн уже убрано. Техники хватает. Погода тоже радует. Надеемся, что все фермеры успеют в срок. Зима в регионе достаточно суровая, но погода может преподнести фермерам неожиданные сложности в виде оттепель и дождя. Так, к примеру, произошло прошлой зимой. Чтобы прокормить скот, который обычно спасется на Тебеневке, потребовалось в разы больше корма. Некоторые хозяйства не были к этому готовы. Чтобы не допустить повторения джута, фермеры заготавливают сено с большим запасом. Так поступил и владелец крестьянского хозяйства Мухтар Ордабаев. В этом году травы на полях достаточно. Мы уже завершили сбор сена, заготовили с избытком около 40 тонн. Этого должно хватить на полтора года. Также в районе есть жители, которые держат небольшое количество скота. Сено для них заготавливают более крупные крестьянские хозяйства. Фермер из села Улытау, Ерлан Елеусизов, все излишки корма продает односельчанам по более низкой цене. Сена много для своего хозяйства, мы заготовили достаточно. Теперь готовим на продажу. Продаем по тысяче тенге за тюк. В целом в регионе должны заготовить более 500 тысяч тонн сена. Сейчас уже собрано 75%. Часть необходимого объема кормов животноводы закупают в соседних областях. В регионе недостаточно территории для сенокоса. Решить проблему местные власти намерены за счет увеличения площадей, предназначенных для выращивания фуражных культур. Фермерам оказывают господдержку, в том числе и по программе АУЛ Аманатты. Елизавета Шалина, Нурдоль Томанкешев, 24КЗ, область Улытау. В зеленый оазис двор типовой многоэтажки в Казаларде превратил местный житель Марат Тулепаев. У подъездов и детских площадок он высадил ивы и редчайшие тропические растения. Создателем ботанического сада в черте города встретились наши корреспонденты. Двор Марата Тулепаева во всей Казаларде такой один с удивительным озеленением. Десятки фруктовых деревьев мирно уживаются с массивным ясенем. Аллеи тонут в цветах. У меня все растения приживаются. Я сажаю их с любовью и озеленением занимаюсь больше пяти лет. Я вижу, как утопают зелени Шимкент и Алматы. И Казаларда не должна в этом уступать. Марат Тулепаев все делает для людей. Например, высаженные им павлонии не только удивляют размерами, а растут до 20 метров ввысь. Растения это лечебное. Лиственные отвары павлонии помогают облегчить симптомы сахарного диабета. Бакаджан Тлиубаев благодарен такому соседу и призывает домочадцев ему всячески помогать. Здесь был пустырь, пока сюда не пришел Марат. Он один сделал наш двор ярким и узнаваемым. Мы все благодарны ему за это. Акимат Казаларды ежегодно выбирает самый образцовый двор. Жильцов-активистов поощряют подарками. Конкурс набирает обороты и натуралист Марат Тулепаев находит все больше единомышленников, считает зам Акима города Галымжан Еркибай. За последние три года коммунальные службы Казаларды отремонтировали больше 50 дворов. Сейчас у нас идет реконструкция 25 дворовых площадок. Очень радует тот факт, что горожане ценят наш труд и тоже помогают с благоустройством территории. В сентябре в Казаларде выберут лучший двор. Труды пенсионера Марата Тулепаева наверняка вне конкуренции. Но за наградами он никогда не гнался, а создавал красоту вокруг, чтобы видеть мир в ярких красках. Вячеслав Витлугин, Нурланджик Эбеков и Акан Алиев, Кызыларда, 24КЗ. И к другим новостям. Казахстанская делегация принимает участие в 37-м международном геологическом конгрессе в Южной Корее. Форум Кусани собрал порядка 7 тысяч геологов и экспертов со всего мира. Они проведут больше 3 тысяч научных презентаций и выставок. Это событие сравнивают с Олимпиадой, так как оно проходит раз в 4 года. По словам главы Национальной геологической службы Казахстана Ерлана Галиева, отечественные компании приехали на конгресс в Южную Корею, чтобы продемонстрировать свои производства и минерально-сырьевую базу. Также в планах изучить новые возможности космических спутников геологоразведки. Наше будущее в том, чтобы мы могли покрыть всю территорию Казахстана дистанционным зондированием, то есть это на региональном уровне провести, сделать эту информацию публично доступной, чтобы любой человек мог в Канаде, в Австралии или в Японии, в Корее, мог посмотреть эту информацию и для себя решить, так, вот это что-то интересное, я это дам, например, своему партнеру, и партнер приходит, открывает здесь у нас производство в Казахстане. Геология не стоит на месте, меняется каждый день. Прошлогодние геофизические технологии уже устарели, и в этом году появились новые. Например, в геофизике погрешность была 10-15 метров, сейчас она уменьшилась вдвое. Сладкий белок бразеин прошел сертификацию на территории Евразийского экономического союза. Россия стала второй страной в мире после ОАЭ, где бразеин сертифицирован. Это значит, что продукт безопасен, соответствует всем требованиям, предъявляемым к пищевым ингредиентам. И в скором времени бразеин появится на полках магазинов в составе мороженого, напитков и конфет. По словам биотехнологов Вятского государственного университета, новый заменитель сахара в несколько тысяч раз сващит сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови. Разработка технологии получения сладкого белка бразеина. Идея этого проекта пришла к нам из южных стран, особенно в Африке. В Африке растут некоторые фрукты, которые многовеками употребляются в пищу людьми, но они очень сладкие не за счет сахара, как у нас в яблоках или персиках, а за счет того, что в них нарабатываются сладкие белки. И производя такие белки биотехнологически безопасным способом, мы можем создать новые продукты питания, которые помогут людям бороться с лишним весом. В Грузии начинается сезон артвели. Это сбор урожая винограда, который продлится до конца октября. К примеру, на востоке страны урожай собирают раньше, на западе чуть позже. Особенно славятся своим виноделием кахетия, край старинных традиций и многообразие сортов винограда. Юлия Тужилкина побывала в семейной винодельне в селе Сагареджа. В Грузии начинается артвели – старинный праздник сбора урожая винограда. Он длится два месяца в зависимости от региона и сорта винограда. Винодел Шутацхов Ребашвили в прошлом профессиональный регбист. Играл в Шотландии, Польше и Франции. А его предки из Кахетии – края знаменитого своим виноделием. И потому совсем недавно он переехал сюда вместе с семьей. «Я всегда хотел заниматься виноделием, потому что это приятно, и ты чувствуешь себя настоящим грузином. Когда я вернулся в Грузию, мы с семьей сначала три года жили в Тбилиси. Потом переехали в Сагареджа, в дом моего дедушки. Сейчас у нас есть виноградник на одном гектаре, где выращиваем ркацетели и саперави. Наш виноградник еще молодой, ему всего семь лет. За виноградом нужно ухаживать круглый год, чтобы вышло хорошее вино. Все это мы делаем с семьей, а еще у нас есть помощники – наши друзья». Ортвели богат на цвета и оттенки – от светло-зеленого до черного. Саперави, лодастури, кисер, кацетели – в Грузии существует более 500 сортов винограда. Из них 430 – местные, то есть растут исключительно здесь. Надо признать, что вино в Грузии – это почти сакральный напиток, неразрывно связанный с историей и традициями, а его изготовление – уважаемая профессия. Вот в таких квеври, глиняных кувшинах, грузины традиционно делают и хранят вино. История квеври насчитывает 8 тысяч лет. И именно этот старинный способ виноделия входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Виноделие – это важная статья дохода для грузинской экономики. В прошлом году экспорт алкогольного напитка принес в бюджет страны более 250 миллионов долларов. Почти в каждом дворе Грузии есть марани – винный погреб. Для того, чтобы изготавливать вино, Шота учился традиционным и современным технологиям и методам. Ежегодно его небольшая винодельня производит 5 тонн напитка, и он намерен расширять свое хозяйство. Этот мараний принадлежал еще моим предкам. В нашей семье очень богатые традиции виноделия. Мы немного его отреставрировали, установили оборудование, благодаря которому вино получается более качественным. Из-за того, что эти квеври хранятся вот так, а не под землей, нам приходится контролировать температуру. Этому мараний примерно 100 лет, и у нас есть старый квеври на 2 тонны. Вино, которое там сейчас хранится, мы выдерживаем 4 года. То есть откроем его только в следующем году. Шота вместе с женой часто приглашают к себе домой туристов, рассказывая о традициях и культуре народа. В том числе и о том, как из виноградного сока делают национальные сладости. Например, знаменитую чурчхелу, которую в шутку называют грузинским сникерсом. В Кахетии во времена сражений воины брали с собой в походы сладости. Вот это очень сытно. А здесь орехи и виноградный сок. По традиции грузины после сбора нового урожая устраивают супру, праздничные застолья. И поднимая бокалы с вином урожая прошлого года, приветствуют нынешний, как правило, богатый сбор винограда. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, 24КЗ, Грузия, Кахетия. В Тбилиси не могут найти подрядчика для реконструкции пешеходных мостов. Этот жилой комплекс был построен в середине 70-х годов XX века и с тех пор пешеходные мосты, которые словно поряд над городом, не ремонтировали. Подобных комплексов, которые полностью бы повторяли концепцию соединения жилых зданий мостами, в мире нет. В чем заключается уникальность этого архитектурного решения, выясняла Юлия Тужилкина. Мэрия Тбилиси неоднократно объявляла тендер на реконструкцию памятника урбанистики советского периода мостов между высотками в одном из центральных районов столицы. Его уникальность в умении обыграть сложности рельефа. Два архитектора в 70-х годах прошлого века, Котар Каландаришвили и Гизопос Хишвили, создали комплекс из трех домов на разных уровнях, соединенных пешеходными мостами. Таким образом, решив проблему перепада высоты между плато и низиной. Мне очень нравится вот эта идея, очень сокращает и время, и дистанцию, и не карабкаешься на серпантине. Я бы пожалела, чтобы таких домов было больше в Тбилиси, так как в Тбилиси очень много подъемов и также спусков, очень тяжело передвигаться. Шатили, так называют грузины, этот комплекс по конструкторской аналогии с одноименным древним, практически неприступным поселением в горах. Передвижение в столичном комплексе происходит по горизонтали и вертикали, по мостам и на скоростном лифте, который ездит только с первого по 14 этажи. Вот уже 19 лет лифтером здесь работает Нзия Сабанадзе. В последние 7-8 лет, что заинтересовались приезжавшие туристы, откровенно хочу сказать, что даже тбилисские местные, даже грузины сами не знают, что здесь находится мост. Потому что такой мост, как вот этот, что в три корпуса проходит, такого на земле, в мире аналог нет. За 48 лет мосты не ремонтировали ни разу. Сейчас тендер на реконструкцию мэрия объявила уже в третий раз, но желающих взяться за сложный объект пока не нашлось. По условиям подрядчик должен заменить покрытие мостов, адаптировать их для лиц с инвалидностью, отреставрировать ограждения, тротуары и лестницы. Сбор заявок на тендер продлится до 2 сентября. То есть совсем скоро станет понятно, получит ли знаменитый комплекс новую жизнь. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сурумилашвили, 24КЗ, Грузия, Тбилиси. Это были все новости к данному часу. Очередной выпуск смотрите в 11.00. Субтитры создавал DimaTorzok